Приветствую! Я постоянно отслеживаю судебную практику по делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. И сегодня мы поговорим о том, какие же новые приговоры за уклонение от мобилизации появились за период с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Но прежде чем мы перейдем к вопросу приговоров, хочу еще раз обратить ваше внимание о том, о какой статье пойдет речь. Мы будем говорить о статье 336 Уголовного кодекса Украины. Давайте ее посмотрим. Вот эта статья. Согласно этой статье, ухылення від призову на військову службу під час мобилизации на особливий период, на військову службу за призовом оси без числа резервистів в особливий период, карается позбавленням воли на строк від 3 до 5 років. Почему я еще раз обращаюсь к этой статье? Потому что в последнее время почему-то появилось очень много таких комментариев, что, мол, эта статья не распространяется на всех. Она касается только резервистов, потому что здесь же вот сказано, что оси без числа резервистів. И вот здесь я хочу пояснить, что все-таки нет, эта статья касается всех военнообязанных, то есть по сути всех граждан Украины. И почему так? Потому что здесь вот если посмотреть структуру этой статьи, то мы видим, что здесь идет речь про ухылення від призову на, первое, військову службу під час мобилизации на особливий период. То есть это тот призыв, который касается всех. И второе, на військову службу за призовом оси без числа резервистів в особливий период. И вы, конечно, сейчас можете сказать, стоп, а почему ты решил, что это вообще разные виды призыва? Объясню. Если мы обратимся к закону про військовый обов'язок и військову службу, то в статье 2 этого закона, в части 6, вы можете найти виды воинской службы. И здесь есть, например, вот такой вид воинской службы. Військова служба за призовом під час мобилизации на особливий период. То есть точно то, что мы видим в статье 336. И есть второй еще вид воинской службы, который мы видим в статье 336. Вот он, військова служба за призовом оси без числа резервистів в особливий период. То есть это два разных вида воинской службы. Соответственно, это два разных типа призыва. Соответственно, возвращаясь к статье 336, мы с вами понимаем, что вот он первый вид призыва и вот, собственно говоря, второй вид призыва. И, соответственно, приходим к выводу, что эта статья касается всех. Потому что, как мы с вами знаем, мобилизовать могут абсолютно всех. Ну, за исключением тех людей, у которых есть право на отсрочку. И, естественно, мы видим здесь санкцию от 3 до 5 лет лишения свободы. Обратите внимание, что здесь только один вид наказания. То есть здесь нет там варианта штрафа, либо общественных работ или что-то такое. Только лишение свободы. Ну, а теперь давайте перейдем уже к вопросу приговоров. Говоря о приговорах за уклонение от мобилизации, мы видим несколько печальную картину. Дело в том, что за предыдущий период, когда мы делали обзор, это было 3,5 месяца, и я тогда говорил, что есть только 160 приговоров. За 3,5 месяца было. То сейчас за 2 месяца есть уже 150 приговоров. При этом, если раньше за 3,5 месяца там было только 2 реальных приговора, если мне память не изменяет, да, 2, то сейчас за вот эти 2 месяца, за февраль и март уже есть 6 реальных приговоров. То есть количество приговоров растет, как тех, которые даются условно, так, ну, как мы привыкли называть, это условное наказание. Хотя с точки зрения закона это называется с испытанием. Вот, так все равно, в принципе, мы видим, какую картину, что большинство приговоров это условные приговоры. То есть из 150 только 6 приговоров реальные. При этом, в чем еще видится такая ситуация с ухудшением, с ужесточением ответственности? Дело в том, что раньше мы видели картину, согласно которой человек, который признавал вину, который не пытался там в суде что-то рассказывать, какие-то истории, сказки, вот, да, которые не подтверждены ничем, то такой человек, признав вину, получал условный приговор. То сейчас, к сожалению, мы видим уже и другую картину. Все приговоры, которые за январь, ой, за февраль и март 23-го года были приняты и которые были вынесены реальные приговоры, то есть реальное наказание, люди во всех этих случаях признали вину. Вот это, конечно, такой плохой показатель. Мы видим, что судебная практика идет по, ну, пути такому ужесточению, да, более жесткому подходу. То есть, несмотря на то, что человек признает свою вину и не пытается уклониться от ответственности, избежать уголовной ответственности, суд все равно пишет, что да, признал вину, да, молодец, все классно, но мы все равно чувствуем, что он как бы не исправился и его надо отправить в места лишения свободы для исправления. Плюсом является то, что во всех этих случаях срок дан минимальный, то есть три года, как и предполагает санкция, а в одном из этих случаев, даже вместо того, вместо лишения свободы, суд посчитал возможным назначить наказание в виде 200 часов общественных работ. То есть не лишение свободы, а суд заменил более мягким наказанием. С точки зрения действующего законодательства, Уголовного кодекса Украины, такое возможно. То есть суд, принимая во внимание личность обвиняемого, его поведение во время суда, его раскаяние, его признание вины, пришел к выводу, что можно ему назначить наказание более мягкое. При этом еще вот на что я обратил внимание, изучая эти приговоры, где реальное наказание люди получили, что во всех случаях пробация давала заключение, согласно которому они считали, что может человек исправиться без изоляции от общества. То есть пробация не видела необходимости лишать этих людей свободы. Но суд посчитал иначе. Какие выводы мы можем из этого сделать? Если раньше мы говорили о том, что человек, признав свою вину, может в принципе рассчитывать на условное наказание, да, у него была бы судимость, но его бы не лишили свободы, то сейчас мы видим, что судебная практика потихоньку начинает менять свои подходы. И это говорит уже о том, что, ну, скажем, те люди, которые принципиально не хотят проходить службу в армии, да, они уже, ну вот, наверное, так уверенно не могут рассчитывать на то, что, мол, я откажусь от мобилизации, да, и мне будет условный приговор. Мы видим, что процент реальных приговоров возрастает, и уже он не зависит от того, что признал человек вину или нет. Конечно же, в дальнейшем я буду также отслеживать новые приговоры за уклонение от мобилизации и информировать вас о том, что происходит в этой сфере. Друзья, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.